Здравствуйте, дорогие ученики, уважаемые учителя! Сегодняшний день начинаем уроки по математике на русском языке. Пятый класс, математика. Тема сегодняшнего урока – натуральные числа. Натуральные числа встречаются в природе. Например, 4 дерева, 3 горы или одно солнце. Натуральные числа начинаются с одного и продолжаются до бесконечности. Например, 1, 2, 3, 4 и так далее. Этим числам нет конца. Разность между соседними числами равна единице. Над натуральными числами выполняются 4 арифметических действия, 2 из которых – сложение и умножение – выполняются всегда. Первый. Если А и В – натуральные числа, то А плюс В также будет натуральным числом. Второй. Если А и В – натуральные числа, то А, умноженное на В, также будет натуральным числом. Третий. Если А и В – натуральные числа, то А минус В при А больше В – натуральное число. А А минус В при А меньше или равно В – не натуральные числа. Четвертый. Если А и Б натуральные числа, то А деленный на Б не всегда будет натуральным числом. Например, первый. 27 плюс 36 будет 63. Теперь поменяем местами слагаемые. 36 плюс 27 будет тоже 63. Значит, сумма всегда будет натуральным числом. Второй. 12 умножить на 4 будет 48. Теперь поменяем местами множители. 4 умножить на 12 будет тоже 48. Значит, при умножении произведение тоже будет натуральным числом. Третий. 39 минус 27 будет 12. Давайте попробуем поменять местами. 27 минус 39 будет минус 12. Это ненатуральное число. Или четвертый. 100 делим на 20. Будет 5. Теперь 20 делим на 100. Будет 0,2. Это тоже ненатуральное число. А это натуральное число. Это ненатуральное число. Существует 10 цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С помощью этих цифр составляют однозначные, двузначные, трехзначные и так далее числа. По историческим сведениям эти цифры называются индийскими. Но их арабы завезли в Европу, поэтому их называют арабскими цифрами. До свидания. Спасибо за внимание.